Аллилуйя, друзья! И что же вы же знаете, что мы с вами говорим о духовном отцовстве. И это термин абсолютно библейский. Мы видим, что апостол Павел называл, допустим, Тимофея своим духовным сыном, хотя он не являлся его отцом физиологическим, так скажем. Но это нормально, когда мы воспринимаем кого-то как наше покрытие, как того человека, который является для нас авторитетом, и он вкладывает в нас что-то из своего духа. Так вот, друзья мои, мы с вами говорим о той культуре, которую нам важно строить, чтобы то, что мы делаем, это имело качество семейственности. И вы понимаете, друзья, что Бог начал с семьи, и Он закончит с семьей. Начал с семьи в бытие, и мы видим, что Бог прежде всего сотворил мужчину и женщину. Вы помните, да? И Он дал им повеление плодиться, размножаться, наполнять землю. Что это такое было? Бог мог бы вообще создать несколько мужиков, ну то есть сильных мужиков, и дать им задание, чтобы они были хорошим коллективом, хорошей командой. То есть, знаете, вот команда, которая будет выполнять волю Бога, но Он так не сделал, Он сделал семью, мужчину, женщину, и Он дал им, кажется, такое недуховное повеление, чтобы они рождали детей. И вы знаете, это очень духовно, рождать детей, вкладывать в детей, передавать что-то детям. И вообще, друзья, мы все, мы все живем на этой земле для того, чтобы сформировать наше наследие и передать его кому-то. Ты здесь, да? Вот представь себе, что ты не просто такой индивидуум, который живет, и ты отдельный, и просто ты умрешь, и все на этом тычика. Нет, друзья мои, мы являемся частью великой цепи. Ты меня услышал? У тебя были родители, у них тоже были родители, и они что-то передавали. И вы знаете, к сожалению, наша культура не отслеживает генеалогии, мы не знаем далеко наших предков, мы не знаем, кто там был, возможно, там были кто-то великие, но мы об этом не знаем. Но это все равно некое вложение, которое так или иначе попало в наш дух, в наше духовное ДНК, и хорошее, и плохое, и оно как-то работает внутри нас. Так вот, вы знаете, однажды я читал Евангелие от Матфея, и вы знаете, Евангелие от Матфея начинается с родословия. И до 17 стиха 1 главы как-то скучно. Этот родил этого, читали вы, нет? Вы как-то так вот не отвечайте, а то в этом зале небольшом, как-то надо здесь, чтобы был отклик. Александр, дорогой, здравствуй. Вера, ты примчала, ты его привезла. Молодец, спасибо тебе. А мы только начали, все хорошо. Мы только начали. Так вот, и когда читаешь эту генеалогию, кто кого родил, то как-то вот скучно, и ты читаешь, думаешь, ну зачем мне это знать? Ну вот зачем мне знать эти трудновыговариваемые имена, еврейские? И вот как-то вот, ну, ненужная информация. И знаете, я раньше как-то перескакивал этот отрывок, и я начинал дальше читать, где интереснее уже, где идет уже какое-то развитие сюжета, да, про Иисуса. Дальше. У тебя так же было, нет? Сознайся. И вы знаете, в какой-то момент меня Бог тормознул, и Он обратил мое внимание на стих 17, когда это родословие заканчивается. И там некий есть вывод после этого родословия. Я читаю тебе Матфея 1, 17. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. И тут меня Дух Святой спрашивает, а как ты думаешь, это все случайно? И я так подумал, ну да, действительно. Как-то здесь вот, ну, одинаково. 14, 14, какие-то вот такие вот сезоны, отсечки такие важные. И мы видим 10, 14, потом 14, еще 14, и Христос родился. И вы знаете, я понял, что Бог Отец подготавливал рождение или, скажем так, наследие в земном плане для своего Сына Иисуса Христа. Ему было не все равно, в каком наследии родится Его Сын. Понятно, что у Иисуса было наследие небесное, 100%, Он Бог, да, мы в это верим. Но если мы говорим о земной части, то оно должно было быть сформировано. Понимаешь меня? И каждый из этих ребят, которых мы читаем, кто жил, рождал, он не просто жил и рождал, но он что-то собирал, он что-то формировал для того, чтобы передать следующему. Понимаете, друзья? Вы когда-нибудь в детстве пирамидку собирали? Ну, правда, да? Ну, это очень увлекательное было мероприятие. И вы знаете, что там есть такой этот штыречек, на который вы нанизываете вот эти вот блины, кольца с дырочками, и вы смотрите там побольше они внизу, и потом меньше, меньше, меньше. И в конце такая вот маковка. Пук! И вот на пирамидке готово. И вот можете представить такую картину, что вот все вот эти вот слои, это то, что Бог делал в истории народа израильского. И все было на своем месте. И для всего было свое значение и смысл. Для того, чтобы в конце концов это завершилось все Иисусом Христом. Аминь? Аминь? И вот представь себе, что ты тоже являешься частью другой цепи. Ты не в родословии Иисуса, хотя через Его кровь ты попал как бы вот туда. Но у тебя есть своя история в зимом плане. Кто-то жил до тебя, и вот ты уникален тем, что ты, может быть, первый верующий, первый праведный в своем роде. Я не знаю ничего про твою родню, но я предполагаю. И это все меняет. Потому что с тебя начинается совершенно новое, скажем так, летное исчисление для твоего рода. Потому что теперь ты освящаешь все, что будет после тебя. Ты даешь новое качество своей веры. Теперь ты не просто живешь, преодолеваешь проблемы, ходишь в церковь. Ты собираешь наследие, друг мой. И твои истории, твои свидетельства, это часть твоего наследия. Правда? И Бог говорил евреям, чтобы они рассказывали своим детям о том, что Бог делал в их жизни. Чтобы они не просто там пережили чудеса, но чтобы они потом передали, и чтобы научили своих детей, чтобы они дальше передали. И представляете, у них, ну, образно говоря, устные тома сложились, этих повествований о том, что Бог делал у их дедушек, прадедушек. И они это пересказывали, и для них это было наследие, которое вот это пахло вот этим чудом, чудом Божьим, Божьего участия в их жизни. Аминь, понимаете? Поэтому все, что ты переживаешь, это рано или поздно становится свидетельством. Рано или поздно это оборачивается в такую, знаешь, обложку славы. Ты здесь? Библия говорит, Римлянам 8, о том, что того, кого Бог призвал, Он тех и оправдал, да? Помнишь, ну, дальше там еще говорится, и тех в конце написано, и прославил. И это последний пункт. То есть я верю, что мы живем с тобой вот в стадии, где уже с нами многое произошло, о чем там Римлянам 8 говорится. Но мы переживаем момент, когда Бог нас прославляет. Ты меня услышал? Но мы этого до конца не понимаем, потому что мы впритык, вот, то есть мы уткнулись носом в свою историю. Мы проживаем жизнь свою вот здесь и сейчас. Мы не можем с расстояния посмотреть и оценить, что со мной происходит. И мы даже не видим, к чему это придет. А может быть завтра, ну, к примеру, ты имеешь диагноз, и ты переживаешь, не знаю, боли, ты переживаешь дискомфорт, ты переживаешь что-то. Но может быть завтра тебя ждет исцеление, и то, что ты переживал как негатив, как минус, это становится плюсом. И после этого ты рассказываешь, Бог меня исцелил. Да, у меня был такой диагноз, но Бог меня исцелил. И вот это вот то, что было неприятно, как бы головой в твоей жизни, Бог берет и в такую оболочку, помещает оболочку славы. Ты понимаешь? И ты теперь берешь это, то, чем ты, может быть, стыдился, может быть, то, о чем ты не хотел говорить, но ты теперь это говоришь, и ты теперь передаешь это как ценность. И так со всем. За что мы стоим, молимся, в чем мы ответов не видим, какие-то проблемы мы решаем, через что-то проходим сложное. Понимаете? Я сам пережил сложный брак в прошлом. Тринадцать лет сложного брака, и моя бывшая жена, по крайней мере, три раза мне изменяла, и в конце концов со мной развелась. И это была плохая глава в моей жизни. Но Бог взял и проявил славу, и Он сделал меня счастливым человеком. И я сегодня говорю тем людям, которые находятся сегодня в сложных отношениях, в трудном браке, я говорю, Бог благой, потому что я по ту сторону, я прошел, и я увидел, что Богу не все равно. Он не оставил меня в разрушенности, Он не оставил меня в состоянии, где я всеми отвержен, но Он дал мне возможность войти в новый сезон и пережить любовь к себе и восстановление. Вы слышите, друзья? И так и с тобою. Ты формируешь наследие, и ты должен ему потом кому-то передать. И мы передаем наследие не только своим детям физиологическим или физическим, мы также передаем наследие своим духовным детям. И это также важно. Понимаете, друзья? Потому что духовных может быть больше. Ты ограничен по количеству детей, которых ты физически можешь родить. Но если мы говорим о духовных детях, их может быть тысячи. А если ты напишешь книгу, их может быть миллионы. Слышишь? Правда? Да. Посмотри шире на свою жизнь. Ты часть большой, великой цепи. Ты живешь, чтобы что-то получить, и ты получаешь, и ты что-то перерабатываешь, переживаешь внутри себя для того, чтобы потом кому-то передать. Послание к евреям, знаете, в этой главе 11 про героев веры, мы там читаем, допустим, стих 13 об этих героях веры. Все сии умерли в вере, смотрите, не получив обетований. Ну, как-то грустно. Но дальше это не заканчивается, дальше продолжает. Апостол Павел говорит, а только издали видели оны. Как они могли издали видеть? Глазами веры. И что они делали? И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Слушай, ну, как-то странно, ребята. То есть, они не получили обещанного, но Бог показал, что будет время, когда гораздо позже будут жить люди, которые получат благодаря их вере, благодаря их вот этому подвижничеству, они получат благодать. И когда они смогли это увидеть глазами веры, они начали радоваться. Понимаешь? Когда ты видишь дальше сегодняшнего дня, когда ты смотришь глазами веры, простираясь в будущее, ты видишь смысл. Зачем тебе сегодня терпеть? Зачем тебе сегодня переживать это? Вы знаете, один из таких хороших психологов, я уважаю, Виктор Франкл, он сказал, что человек все может пережить, когда он понимает, ради чего это. Ради чего это. Понимаешь? И вот, и для этого нам нужны эти глаза веры. И мы начинаем дальше. 39-й, 48-й, послание к евреям в 11-й главе. И все свидетельственные веры не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, посмотри, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть, открывается, что мы сегодня, во-первых, получаем назидание, читая их истории, видя, как Бог работал в их жизни, беря с них примеры, учимся чему-то, но, смотри, но они не без тебя сегодня достигнут, в конце концов, совершенства. Потому что мы все как одна команда. И то, что ты сегодня проходишь, это часть вот этой большой Божьей книги, его летописи. Ты просто в своей главе, и ты должен дойти до конца, ты должен не сдаться. И если бы ты понимал, если бы ты видел, то они на небесах, они болеют за тебя и говорят, давай, не сдавайся, давай, мы стояли, ты тоже стой, мы верили, ты верь, верь, иди дальше. Слышишь? Аминь. Они не без нас достигли совершенства. Ты важен. Важно, чтобы ты добежал до финиша. Друг мой, аминь. И передал свою эстафетную палочку. Во втором Тимофее 1,5 апостолу Павел говорит Тимофею, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери, и Евнике. Не знаю, как правило, у Дорини стоит. Вот я так читаю. Уверен, что она и в тебе. Представляете, Тимофей, оказывается, он имеет не просто свою тимофеевскую веру, а оказывается, он что-то получил по женской линии. Не знаю, почему там мужиков не видно, но там от бабушки перешло к маме, от мамы, от мамы к нему. И что это такое? Это наследие. Вы слышите, друзья? Это наследие. И, возможно, поэтому Тимофей стал служителем. Поэтому о нем упоминается в Библии. потому что вера была в бабушке и потом была передана маме, а от мамы Тимофею. Сестры, вы слышите? Вы важны. Ваша вера крайне важна. Вы что-то передаете. Да. И вы знаете, в Библии, если говорить о женщинах, есть великие женщины, которые ничего не сделали, кроме как родили одного человека и что-то в него вложили. И это было важно. Вы меня услышали? И это было вообще очень важно. Потому что этот один ребенок, он повлиял на очень многое. Но если бы он не родился, если бы они не вложили то, что Бог хотел, он бы не состоялся. Аминь? Итак, друзья, давайте мы будем говорить об отцомском сердце. И мы можем сказать, во-первых, сердце отца заинтересовано в успехе сына. Заинтересовано в его успехе. Отец не преследует цель просто использовать сына в своих интересах. Его интересует сердце сына, а не его функция. Сейчас я вам объясню, друзья мои. Мы будем как бы смотреть вот так, контрастно. Контрастно. Смотрите, мы рассматриваем наше лидерство духовное с точки зрения. Вот что такое отец и что такое, ну, назовем это так, начальник. Начальник, руководитель. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, начальник заинтересован в том, чтобы просто шел процесс. Он заинтересован в функции того или иного христианина. его интересуют показатели, его интересуют достижения, чтобы это служение совершалось и был плод, чтобы была сделана та или иная работа. Вы понимаете, да? И он, начальник, сфокусирован только на это. И в принципе, его не очень беспокоит, а что внутри его подчиненного. Ну, не беспокоит, пока совсем тут не начнет разваливаться там или там приносить нестабильность в коллектив, не справляться со своими обязанностями. Понимаете, да? Но сын это тот в кого, да, отец это тот, кто смотрит в состояние сына. Он заинтересован в его сердце. Понимаете, друзья? Это важно. Я встречал разных лидеров, я встречал разных хороших мужей божьих. И часто они не видели, что они функционируют как начальники. Они не замечали. И когда они функционировали со своими людьми, они были заинтересованы только в том, чтобы эти люди, они просто, как мы говорим, везли программу. Все. Если ты не везешь программу, ну все, тебя как бы это, отчисляют, все. Тебя увольняют. Все, ты уходишь в глубокий запас на скамейку или еще куда-нибудь. По-разному происходит в разных культурах. Друзья мои, но сына невозможно уволить. Вы понимаете? Какой бы он ни был, его невозможно уволить. И на самом деле в жизни каждого человека бывают сезоны, где он очень эффективен, где он в пике, а бывают, ну не очень хорошие сезоны. По разным причинам. И когда мы делаем мием с семьей, то мы понимаем, что ну, 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 по каким-то, нам хотелось бы, чтобы сын чувствовал себя хорошо, но он сейчас, он что-то какой-то не очень послушный. Может быть, сейчас он, у него не очень успеваемость хорошая. Ну что же, ну надо с ним пройти, надо ему как-то помочь. Слушайте, да? То есть, сын это тот, кто навсегда в твоей семье. И я принимаю его таким, какой он есть. И я заинтересован в том, чтобы он поднялся, прорвался, усовершился, чтобы он достиг своего максимума. И я даю ему безопасность, что он в моем сердце навсегда. Я люблю его безусловной любовью. У меня нет условий. Я не говорю, я буду тебя любить, если ты будешь вот, вот этому, вот этому соответствовать, если вот это, вот это ты будешь делать, тогда я тебя буду любить. Если ты этого не будешь делать, тогда все, я тебя не люблю, до свидания. Понимаете, да, разницу? Начальник подчиненный и отец сын. Да? Аминь. Апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 12 глава, 14-15 стих. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Слышите, да, что Павел говорит? Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Посмотрите на сердце Павла. Вы слышите? Его не очень любят, о нем не очень заботятся, эти детки. Но он говорит, я все равно вас люблю, и я готов издерживать свое. И он говорит, я понимаю, что родители собирают имение. Вы меня услышали? Родители собирают имение, родители собирают наследие, для того, чтобы сделать вложение в жизнь детей. Понимаете, да? И в духовной семье все то же самое. И вы понимаете, когда я читаю Библию, я вижу, историю сыновей, которые не очень послушные местами, не очень верные где-то. Но они все равно дети, они все равно сыновья и дочери, добавлю. Но часто мы в наших культурах, мы как критическое требование выставляем верность. Если человек не верен, вдруг в чем-то, мы его абортируем, мы его дисквалифицируем. Друзья мои, но верность по-библейски смотреть, это хорошее качество раба. А не сына. Да, хотелось бы, чтобы сын был верен, но даже если он не верен, ну и что? Он же сын. Апостолы не были верны Иисусу. Все разбежались. Что он их, уволил всех? Нет. Петр отрекся, прилюдно, три раза Иисус пришел к нему. Он ему восстановил его. Он помог ему подняться. И Петр стал великим лидером. Понимаете? Подумайте об этом. И мы читаем дальше, мы будем смотреть с вами на историю Саула, Давида и вот то, что с этим связано. В 1 книге Царств, в 16 главе, я хочу прочитать вам отрывок с 14 по 23 стих. Здесь проблема у Саула. А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула ему, вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусства в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя. И отвечал Саула слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и приставьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея Вифлеямина сына имеющего игра, человека храброго и воинственного и разумного в речах и видного собою. И Господь с ним. И послался у вестников к Иисею и сказал, пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иисея с лас хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом своим сыном к Саулу. И пришел Давид к Саулу, служил пред ним и очень понравился ему и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иисею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взял в густ и играл и отраднее, и лучше становился Саулу, и злой дух отступал от него. Конечно же, Саул не знал, что Давид уже был помазан царем. Но вот как-то Бог так сложил, что умный человек подсказал, кого нужно выбрать. И вы знаете, друзья мои, мы видим здесь Саула, как человека, который мог бы быть духовным отцом для Давида. Мог бы быть. Потому что, по сути дела, этот парень, он его преемник, этот парень, в который он может вложить что-то, потому что у него уже есть какой-то опыт. Он первый царь. Еще ни одного царя не было в Израиле. И хотя бы у него там и плохой опыт, но тем не менее, он что-то может вложить, научить, подсказать. И он, от чуда, принимает Давида близко к себе и делает его своим оруженосцем. И вы знаете, это как бы начало кажется хорошей историей, многообещающей, хороших отношений. Представляете, Давид, он играет на гуслях, помогает ему справляться с этими своими симптомами, этими приступами. Давид храбрый, Давид умный. Вообще, какой хороший кандидат в оруженосец. Вообще, кто такой оруженосец? Ну, это тот, кто носит оружие, чистит его. Это человек, который должен быть рядом, приближенный. Так? Но почему-то Саул, когда начинается война, он отсылает Давида снова к папе домой. Вдруг. Смотрите. Три старших сына Исеева пошли с Саулом на войну. Именно трех сыновей его пришедших на войну. Старший Ильяв, второй за ним Аминадав, третий Сама. Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы прости овец отца своего в Вифлееме. Почему? И вы знаете, это вот нестабильное отношение в данном случае Саула к Давиду. Вы знаете, очень важно, чтобы отцы давали идентификацию своим сыновьям. Вы здесь, друзья мои? Чтобы они говорили в их жизни, кто они. И вот представьте себе, что Саул говорит Давиду, который рад, что он попал рядом с царем, который думает, что теперь будет складываться его карьера. Он ему говорит, ты мой оруженосец. И все. И с этого момента Давид рассматривает себя. Я царский оруженосец. Слышите, да? Он принял это. Почему? Он же не сам придумал, что он оруженосец. Это Саул этим сделал человеком. Этой должности. Аминь. И он уже смотрит на себя. Я оруженосец. И он уже смотрит вперед на него перспективу. Но в какой-то момент Саул передумал почему-то. И он говорит, все, ты больше не оруженосец. Все, иди домой. Как? Ну, так, все. Ты мне не нужен. Я пошел на войну. Так оруженосец же он оружие носит как раз для битвы. Я тебе там пригожусь. Он говорит, не, не, ты мне не пригодишься. Все, иди домой к папе. Иди посе овец. И вы знаете, это дезориентирует. Когда нет ясности. Когда вот эти духовные отцы, которые должны быть отцами, они дают противоречивую оценку своим детям. Вы слышите? Сегодня они говорят, ты молодец. Завтра они говорят, ты никакой. Ты вообще ни на что не способен. Все, иди отсюда. Вы слышите? Это дезориентирует. И мы как дети, мы нуждаемся в том, чтобы отцы говорили в нашу жизнь что-то ясное, что-то надежное, что-то не меняющееся, чтобы они видели в нас тот потенциал, который в нас есть. Потому что, когда вдруг отец говорит, я ошибся, в тебе нет ничего. Это нас, знаете, это нас разоружает. У нас руки опускаются. Я переживал это, друзья? Да. Когда мне вначале говорят одно, а потом говорят другое, и ты думаешь, может быть, правда, там была ошибка. Может быть, я правда, как бы, я не должен быть оруженосцем. А может быть, и на меня не возливали этот рог с Илеем. Может быть, мне вообще это приснилось. И я не будущий царь. И я не знаю, какие там мысли передумал этот Давид, бедный. Но это плохо работает. Послушайте, драгоценное, не делайте так. И когда вы говорите в жизни своих духовных детей, кто они, что вы видите, будьте конкретны. Не будьте такими неопределенно мыльными. Вы знаете, к сожалению, иногда бывает такое, когда духовные отцы говорят, ты молодец. И все. Ты молодец. Но нам хочется понять, а почему я молодец? А что ты во мне видишь такое? Нам важно от этого человека услышать, а что он во мне видит? А он ничего не видит, кроме того, что ты неопределенный молодец. Но только сегодня. Завтра, может быть, ты не будешь молодцом. И все. И это нас, знаете, подкашивает. Потому что мы нуждаемся в этом слове, отцовском слове, которое дает нам эту стабильность. Он видит что-то в нас. И он утверждает это пред людьми. И он говорит, ты вот такой-то. И представляешь, Саул сказал Давиду, ты оруженосец. И он был пред глазами людей, оруженосцем. И тут он просто приходит домой к братьям, которые и так его не сильно любили. И они ему говорят, ну что, домой-то пришел? Ты же типа оруженосец. Ну, как бы, все, я не оруженосец. А что ты не оруженосец-то? Что, все уже что ли? Закончилась твоя история? Ну, не знаю, ну, наверное, закончилась. Ну, давай иди, паси овец. Мы знали, что ты никакой не оруженосец. Что там себе придумал? Царь, царь, иди давай. Пинка ему нарезали. Точно. Ну, так бывает. Это нас обескураживает. Смотрите, Евреям 5 глава, 5-6 стих, мы читаем, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот с большой буквы, кто сказал ему, двоеточие, ты сын мой. А кто сказал ему? Отец. Ты сын мой. Я ныне родил тебя. И как в другом месте говорит, ты священник по чину Мелхиседека. То есть, папа, здесь вот в кавычках у меня, это слова, значит, отца. Папа, Бог Отец сказал Иисусу, ты первосвященник по чину Мелхиседека. То есть, Иисус не сам, как бы, знаете, присвоил себе, здесь об этом говорится, но Отец сказал, это важно, вы слышите? Это важно. То есть, часть успеха служения Иисуса, почему он смог отдать себя на крест, друзья мои, это слова отца, которые что-то строили в его сердце. Понимаете, да? И для него важно было отношение отца. Вспомните последние слова, ну, одни из последних, на кресте Голгофы, которые сказал Иисус Христос. Какие они были? Он обращался к отцу. Отец, отец, почему ты оставил меня? Помните, да? То есть, для него важно было, как отец смотрит на него, что он говорит в его жизни. Исаии, 9 глава, 6 по 7 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества и мира не будет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой. Отныне и до века ревность Господа Саваофаса делает это. То есть, Бог говорит, я нарекаю тебя и дает ему разные наименования. Да, его звали Иисус, но это еще как бы имена, которые имеют смысл. И отец называет ему всеми этими перечисленными мною именами. Понимаете, да? И это важно. Это дает ему идентификацию. Аминь. Аминь. Вы знаете, когда мы не имеем вот этой возможности, когда отцы нас продвигают, мы создаем такую ситуацию, когда мы занимаемся самопродвижением. И это небезопасно. То есть, когда мы знаем, кто мы, ну или догадываемся, но нам как бы, ну, 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 нет вот этого от отца продвижения. И мы начинаем продвигать себя сами, своими силами. И мы оказываемся преждевременно в том месте, на той позиции, где нет Божьей благодати для нас. И знаете, что? Там нет для нас защиты. И на том месте мы вынуждены защищать себя, защищать свою позицию, и нам плохо. Но чисто и правильно, когда Отец продвигает нас. Аминь. И вот Саул то продвинул Давида, то уволил Давида. И в конце концов мы видим, Давид побеждает Голиафа. Он попадает на это, на поле битвы, он побеждает Голиафа. Мы много об этом не будем говорить. Саул вновь на него посмотрел. О, а правда, оказывается, он что-то может. И он снова его приближает. И мы читаем в 1 царство в 18 главе с 5 по 29 стих. Смотрите. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами и восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Вы знаете, когда мы не имеем сердца отца, мы начинаем конкурировать с теми людьми, которых мы наделяем полномочия. И мы это делаем из-за собственной низкой самооценки, из-за неуверенности, которая живет внутри нас. Слышите? И нам кажется, что этот человек является для нас угрозой. И мы создаем атмосферу подозрительности. И мы присматриваемся, мы прислушиваемся, мы там спрашиваем у людей, ну, о чем он сказал, а как он поступил, а с кем он разговаривал, а что там вообще происходит. Слышите? И это называется недоверие. Если в нашей церковной команде атмосфера недоверия, мы не добьемся никаких результатов. Потому что недоверие рушит все, создает стены, не будет ничего, 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 друзья мои, поймите. и источником этого духа недоверия в данном случае был Саул. Он мог бы возрадоваться. И если бы он смотрел на Давида как на сына, он бы праздновал его победы. И его бы не трогало, что женщины поют так десятки тысяч. Слышите? Потому что в этом смысл отцовского сердца, отцовского вложения, чтобы мой сын пошел дальше, сделал больше. Аминь. Так вот, друзья мои, настоящие отцы, они не конкурируют со своими сыновьями. Они готовы быть платформой, основанием для старта своих сыновей. Они радуются. И это является наивысшей их наградой. Вы знаете, подумайте, в спорте есть много известных спортсменов, которые встают на пьедестал и в лучах славы, играют гимн, на них одевают золотые медали, они стоят пред камерой, и миллионы людей смотрят на них и говорят, вау, они знают его имя, они вешают его плакаты где-то у себя, не знаю, на стенке. Но у каждого такого спортсмена есть тренер, который в тени. Но если бы не было этого тренера, он бы никогда, этот спортсмен, не встал бы на этот пьедестал. Но вы знаете, вот люди, которые становятся тренерами, это люди, которые умеют радоваться достижениям. И знаете, часто тренеры, это бывшие спортсмены, часто. И может быть, они не стояли на олимпийских играх, на пьедестале, на номер один, на первом месте. Может быть, они хотели, это была их мечта, но сегодня они просто радуются, что их сыновья, их спортсмены, те, кого они вырастили, они стоят там. Это их награда. Вы знаете, я задавал Эрику Джонсону, пастору церкви Вифиль, вопросы недавно. Я спросил его, а как так получилось, что вы, когда вы стали пастором, за небольшой промежуток времени церковь с 4 тысяч выросла до 10. Он говорит, мы никогда не имели цели построить большую церковь. Мы всегда имели цель вырастить великих людей. Рост является побочным фактором этого процесса. Рост церкви численный. Послушайте, друзья, и мне нравится эта идея. Мне нравится выращивать великих людей. Потому что, когда ты выращиваешь великих людей, у тебя будет великая церковь. Но когда ты не доверяешь тем людям, которых ты поднимаешь, и ты их отталкиваешь, ты их гасишь, ты чувствуешь небезопасность из-за их успеха, они будут невеликими, они будут посредственными, и у тебя никогда не будет великой церкви из-за этого. Понимаете, друзья? Аминь, друзья. Но кроме всего прочего, друзья, отец должен вовремя исправлять своих сыновей с любовью, но это необходимый процесс. Он не должен игнорировать тех сорняков, которые он видит, которые вырастают в его сердце. И вот здесь, говоря о Давиде, мы можем сказать, что он не молодец. Как военачальник он был хороший, как псалмопевец он был великолепный, а как отец он был ну не очень. И мы посмотрим некоторые истории из его жизни, и как вы понимаете, у Давида было много детей и старше, у него был Амном. И вот приключается такая история, когда Амном вдруг воспылал к Фомаре, к своей сестре сводной, любовью, такой страстью, лучше сказать, безрассудной. И он обесчищивает ее, и он выгоняет ее. И Фомарь идет, и она кричит, и ее родной брата Весолом, видя это, он дает ей кровь, дает прибежище. И знаете, и вот эта ситуация, она требует вмешательства папы. То есть, по идее, это экстраординарная, быстро вы, дорогая, экстраординарная ситуация. Ну, папа по-любому должен мешаться. Он должен поговорить со всеми участниками этого вот безобразия. Вы слышите? Что Давид делает? Я читаю вам. И услышал царь Давид о всем этом, и сильно разгневался, но не опечалил духом но на сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его. Что это значит? Ну, он просто дистанцировался. Он просто решил не огорчать сына своего. Ну, знаете, как бы, если мы, как отцы, живем с таким девизом, мы делаем только то, чтобы это не огорчало наших детей, то тогда мы таких в монстрах можем вырастить, друзья. Ему нужно было вмешаться, поговорить. Он должен был принести правосудие в этот вопрос. Но, возможно, он был малодушен в этом вопросе. Возможно, он видел вот эти искажения и необузданность и гнев в Сауле, который бросался копьями. И, может быть, он принял решение прямо противоположного. А я не буду вообще вмешиваться. Я как бы, ну, не буду их вообще никак обижать. И вот он их не обижает. И он создает вакуум отцовского разбирательства. И вот в этом вакууме начинают расти бактерии. И эта бактерия растет, в частности, в сердце Ависолома, который, увидев, что нет правосудия, увидев, что отец не разбирается, он, ну, даже не поговорил, он принимает решение взять правосудие в свои руки, он собирает там на праздник царских детей, и он убивает Амнона, убивает его и убегает филистимлянам. И вы знаете, это тоже трагедия. Убийство сына, побег другого. И что же царь Давид, что он делает, как он вмешивается? Я вам читаю. И сам царь и все слуги его плакали очень великим плачем. Ависолом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому, в землю Хамаахатскую. И плакал царь Давид о сыне своем во все дни. Ависолом убежал и пришел в Гессур и пробыл там три года. И не стал царь Давид преследовать Ависолома, ибо утешился о смерти Амнон. Мы видим просто эмоции, эмоции у царя Давида, но нет действия, которое должно быть. Вы знаете, на самом деле, друзья, если ты отец, ты должен уметь разговаривать со своими сыновьями, с любовью исправлять. Это необходимая функция отца. Потому что любой, как мы говорили, имеет вот эти слепые зоны. Но когда происходит реальное падение или реальный грех, но здесь нужно помочь. То есть не оставлять человека, чтобы он сам как-то выкарабкивался или выбарахтывался. Нужно помочь ему, поговорить хотя бы с ним. И здесь на три года Давид просто забывает об Ависоломе, который живет у ферестимлян, у врагов. Три года ему нет до него дела. Это ненормально. Слышите, друзья, вот этот вакуум, а он же его сын. Ну ему как будто бы, знаете, ну наплевать. Он малодушен. Он малодушен. И вы знаете, к сожалению, вот это малодушенство, оно присутствует так или иначе у некоторых духовных лидеров. И вместо того, чтобы пойти самим поговорить, они кого-то пытаются послать, делегировать. Иди ты разберись, иди ты поговори. И этот человек может часто справедливо спрашивать, а почему я-то? Ты же главный. Ты же должен по идее разговаривать. Ну, я не хочу. Ты иди поговори. Ты иди разберись. И вот это неправильно. То есть, это вот слабость. То есть, если ты, отец, возьми на себя ответственность. Да, будет неприятный разговор, но помолись, попастись, и пойди поговори с твоим обвесоломом, пока он не наделал делов. Друзья мои, обвесоломы не вырастают в культуре, где нет вот таких Давидов. То есть, слабых духовных отцов. Молодушных духовных отцов. Потому что, в таком случае, они вовремя исправляются и становятся здоровыми, здоровой частью духовной семьи. И что происходит? Иав, один из военачальников, он подсылает к Давиду женщину, которая как бы рассказывает ему историю, и под этим видом, он понимает, что на самом деле это Иав подослал, и он как бы сигнализирует Давиду, что пора бы вернуть Авесолома. И сказал царь, пусть он возродится в дом свой. Смотрите, а лица моего не видит. И пошел Авесолом в свой дом, а лица царского не видел. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, столь хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его, не было у него недостатка. И так далее. Тут про него рассказывают, как он был замечательный. И в конце этого отрывка, и оставался Авесолом в Иерусалиме два года, а лица царского не видал. Два года. Они живут в одном городе. Они живут, может быть, в одном дворце в разных частях. Два года. И Давид с ним не встречается, не разговаривает. Это нормально? Между отцом и сыном такие отношения. Эй, друзья, ты ненормально абсолютно. И из-за этого рождается мятеж. И из-за этого, как плод, раскалывается царство, Авесолома кто-то поддерживает. Война, льется кровь. И в конце концов Давид плачет об Авесоломе, которого снова убивает его военачальник. И он расстроен. То есть, все, что мог делать Давид, это просто расстраиваться. Но расстраиваться, друзья, недостаточно. Расстраиваться на расстоянии. Нужно идти в проблему. Нужно разговаривать. Слышите, да? И отцы это умеют делать. Поэтому не запускайте ситуацию, разговаривайте вовремя. конфронтируйтесь с недостатками в своих детях. Вы знаете, возлюбленный, я исследую эту тему недавно. Может быть, как бы, наверное, я только второй раз учу в какой-либо церкви об этом. И вы знаете, я сталкиваюсь с тем, что очень много христиан дезориентированы в плане духовного отцовства. И когда я задаю прямой вопрос, а можешь ли ты назвать, есть ли у тебя духовный отец или духовные отцы во множественном числе, я встречаю немало христиан, которые входят в тупик, которые начинают уметь что-то перебирать, размышлять и говорят, ну, наверное, нету. И это грустно. И я вот, как бы, пользуясь возможностью, хотел бы спросить у вас, не так, чтобы вы мне сейчас ответили, а просто, чтобы вы подумали, а есть ли у вас духовный отец или отцы? Смотрите, друзья, Библия говорит во множественном числе, то есть, это не обязательно человек, который проповедовал нам, и мы через него пришли ко Христу. То есть, это может быть человек, который позже появился в нашей духовной жизни, но это тот человек, который является для нас таким образцом, который вкладывает в нас любовь и покровительство, которого мы питаемся, мы насыщаем свое сердце. И это тоже по-разному может быть. То есть, самое лучшее, чтобы у нас был духовный отец или мать рядом с нами, чтобы мы могли разговаривать, чтобы мы могли встречаться, чтобы мы могли инициировать вопросы, которые у нас назревают. Знаете, иногда бывает нам даже вопросы сложные задать некому, но которые касаются таких важных вопросов нашей жизни, нашего хождения. Во-вторых, могут быть духовные отцы или матери на расстоянии. То есть, это те люди, которых мы можем смотреть по видео, книги читать. И иногда так бывает, Бог соединяет нас на расстоянии, как бы, знаете, как родственные, так ДНК. И мы просто берем этого человека за такой образец, как за источник, и мы что-то питаемся, мы насыщаем и восполняем пробелы, которые есть внутри нас через то, что мы видим в этом человеке. Понимаете? Это тоже нормально. Так вот, если у вас, и вот мой вопрос, я скорректирую даже так, можете ли вы определить духовного отца, который у вас, ну или мать рядом с вами и духовного отца или во множестве отцов или матерей на расстоянии? Можете ли вы понять, как бы вычлить, да, вот этот, вот этот, вот этот, или вот этот? Если нет, если вам сложно, то тогда вам важно разобраться с этой темой очень-очень-очень, как бы, не откладывая в ближайшее время. Потому что это ненормальное состояние. Это состояние, где вы чего-то недополучаете, а если вы недополучаете, то вы и не отдаёте. Аминь, понимаете, да? Хорошо. Так вот, сейчас мы будем с вами говорить о том, как нам быть сыном. Во-первых, принимай отца и познавай его сердце. То есть, я приглашаю вас, чтобы вы познавали сердце вашего духовного отца или отцов. Это важно. И в удивительной и известной притче, которую мы знаем под названием «Притч о блудном сыне» в Евангелии от Луки в 15 главе мы видим прекрасного отца, у которого есть два сына. И оба сына, они разные, но оба они не знают его сердце. Они живут с ним в одном доме, но они не понимают его намерения, его сердца, его ценностей. И поэтому один уходит от него. Уходит, взяв просто вот часть наследия. И интересно, что этот отец, зная, что этот сын не обременен мудростью, и вряд ли он правильно использует эти деньги, это состояние, он ему дает. И это тоже в этом проявляется отцовское сердце, которое дает свободу принимать решения и ошибаться. То есть он дал ему возможность попробовать, понимая, что попытка будет не очень хорошая. другой сын, старший, как мы понимаем, он остается всегда со своим отцом, и он пашет и пашет, он работает, но при этом в его сердце есть непонимание, которое вдруг критический момент вылазит в него. Непонимание сердца отца. В чем вылазит? То есть когда он видит вот эту щедрость, вот это вот принятие непутевого брата своего, у него возникает претензия к отцу, и он говорит, ты даже мне не дал козленка, чтобы я мог попраздновать со своими друзьями. Помните вы это, да? И отец ему говорит, ты что вообще? Ты разве не знаешь? Все мое твое. То есть сердце отца было такое, что он ничего не удерживал. Он не свешал замков. Там не было табличек не входить, не влезай, убьет. То есть все было доступно, открыто, но из-за того, что в сердце у старшего сына было непонимание, каков его отец. Он даже и не попросил у него никогда. Он не воспользовался возможностью взять то, что ему принадлежит. Понимаете, да? И для меня оба этих сына это образы нас, верующих, христиан. Понимаем, то есть под Богом отцом мы понимаем, под отцом мы понимаем Бога отца. Но также мы можем как бы снизить как бы уровень и увидеть, что в принципе такое возможно и в отношениях между людьми. Когда мы находимся рядом, но мы не знаем сердца, и мы обмануты, и у нас есть клеветник братьев, который не устает нам лгать, и вы знаете, иногда нам важно ну не знаю, приблизиться, поговорить, заглянуть в сердце, именно в сердце, и понять, а что же в сердце? Что за намерение, что за отношение у моего отца? И именно вот это может наделить нас пониманием, кто он есть на самом деле. Аминь. Поэтому я рекомендую вам пользоваться такими возможностями, разговаривать, задавать глубокие вопросы. Второе, если возможно, будьте рядом с вашим духовным отцом. Это важно. Потому что когда вы рядом, есть контакт, есть возможность что-то перенимать, и что-то сходит на вас из того, что есть на вашем отце. И, конечно же, мы посмотрим на историю с Илией. И вот четвертая книга царств, вторая глава, я читаю вам с первого стиха. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Илисеем из Голгала и сказал Илия Илисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль. Но Илисей сказал, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифили к Илисею и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь вознесет Господина твоего над главой твоей? Он сказал, я так же знаю, молчите. И вы знаете, прежде всего, хочу ваше внимание обратить, кто там вышли навстречу к нему? Сыны пророков. Знаете, о чем это говорит? Что в то время Ветхозаветное были не только пророки во множественном числе, но и также были те, кому они передавали свое наследие. И эти люди именовались сынами пророков. Понимаете, да? Сегодня нам трудно найти сынов пророков, у нас пророков-то нету вообще в принципе. Но это работало тогда. И мы видим в каждом городе крупном, куда приходил здесь, в нескольких населенных пунктах был, или там выходили эти сыны пророков, и они разговаривали с Елисеем. Понимаете, то есть это не было просто исключением в одном месте чуть-чуть, это было нормой. Пусть он вас вдохновит. И мы видим, что Елисей имеет внутри себя откровение, что что-то произойдет. Я знаю, Господь заберет. И он, видя это, видя больше, чем что-то очевидное, он не ведется, не обижается на то, когда Илья ему говорит, останься здесь, потому что меня Господь зовет в другой город. Нет, он говорит, я тебя не оставлю. Да? Ну, вы же знаете историю. То есть, именно благодаря тому, что он остался рядом с ним, в какой-то момент между ними возникает разговор, и Илья говорит, ну что, проси, что хочешь. Он говорит, хочу, чтобы дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И Илья ему говорит, трудно, а ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет. то есть, Илья ставит как в зависимость, сойдет, получит Елисея это двойное помазание от того, что он увидит. Слышите? Очень важно то, что ты видишь. Что ты видишь по отношению к своему духовному отцу. И если ты видишь не просто плотскими глазами, если ты видишь не просто недостатки и изъяны, они есть у всех, если ты видишь дар, если ты видишь руку Божью, если ты понимаешь определенную перспективу, что Бог делает в его жизни и через него, у тебя есть понимание, которое дает тебе ключ, чтобы что-то получить. Понимаете? И поэтому Елисей получил. И на него сошло это помазание. И это было, знаете, не просто его, это было помазание Илия, умноженное в два раза. И он восклицает здесь, когда Илия в колеснице огненное возносится на небо, или сижу смотрел, воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. Он называет его отцом. И он чувствует утрату в этот момент. Это говорит о том, что были между ними отношения больше, чем просто, ну там, формальные. Что-то связывало их. И мы видим после этого сразу. И схватил он одежду свою, разодрал их на две части. И поднял милоть Ильи, упавшую с него. Смотрите, вот эта милоть Ильи, это, знаете, точка контакта. Это как деталь одежды, но на ней есть помазание. И, знаете, это как для нас образ, когда уходит один муж Божий, он должен передать свое помазание, он должен передать свое образ, говоря, милоть кому-то. Он не должен это унести в могилу, или чтобы это как-то вот, ну, в песок ушло. Он должен кому-то передать свое наследие. И мы видим здесь, как раз Елисей поднимает эту милость и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость, или упавшую с него, и ударил ею по воде и сказал, и смотрите, что он говорит, где Господь Бог или он самый. То есть он смотрит на Бога через глаза своего духовного Отца. Слышите, да? И он называет Бога в этот момент сначала Богом Илии, но затем в этом хождении он уже и сам будет познавать Бога таким, какой Он есть. И вот это важно. Важно то наследие, которое Елисей получил через духовного Отца, через то, как Он воспринимал Бога. И важно то, что мы получаем от наших духовных Отцов. Вот это наследие, эти откровения, это помазание, это манч. И вы знаете, забегая вперед, можно сказать, что у Елисея не получилось передать свою милость, свое помазание никому. Вы помните, что у него был гезия и как, не знаю, может быть, по своей слабости какой-то гезия. Он был дисквалифицирован и он ничего не получил. Все, его там имя затерялось в истории. И мы видим, Елисей умирает и спустя время несут гроб с человеком, видят врагов, случайно роняют его на кости Елисея и человек оживает. Это, знаете, фильм ужасов. И это говорит о том, что помазание, оно как бы вот здесь, на костях. Милость не передана никому. И это, знаете, грустная история. Такого не должно быть. Ами, друзья, так бывает. Важна передача. Третье. Храни в своем сердце уважение к Отцу. И вы знаете, иногда это через определенные трудности, через сопротивление, потому что всякие бывают сезоны и есть враг, который пытается рушить важные для нас линии связи и отношений. И, конечно же, здесь мы снова посмотрим на Давида, который более всех, с моей точки зрения, был искушаем перестать уважать, перестать почитать своего духовного отца, наставника. Это, конечно, Саула. И мы видим, Саул был не обузан своей яростью, он бросал в Давида копья, он искал его смерти, и Давид вынужден был убежать. Иногда так бывает и в нашей жизни, в современной, для того, чтобы состояться, для того, чтобы не быть до конца разрушенным. Иногда нам приходится делать дистанцию, иногда нам нужно убежать из какой-то разрушительной культуры или разрушительных отношений, ну, потому что это выходит за рамки того, что ты можешь снести. Но убежав, Давид не перестал уважать Саула. Вот что интересно. То есть он не стал о нем плохо говорить, он не стал его унижать в своем сердце, он остался человеком, который уважает этого странного, обезумевшего помазанника, от которого отошел Дух Божий. Представляете? И мы видим, как все его люди, которые вместе с Давидом, они буквально уговаривают его, они пытаются его убедить, убить Саула. И они даже приводят цитату из пророчества, которое когда-то получил Давид. И говорят, смотри, вот она возможность, Бог же говорил, вот это все от Господа. И мы видим в 1 Царств 24 главе с 3 по 16 стих эту историю. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера. И зашел туда Саул для нужды, Давид же люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду люди его в тот день, вот тот день, о котором говорил тебе Господь, двоеточие, вот я предам, это слава Бога, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно. Цитата. Но Давид понимает, это не то. Давид встал, он тихонько отрезал край верхней одежды Саула, но после всего больно стало сердцу Давида. что он отрезал край от одежды Саула, что он какой-то ущерб причинил ему и сказал людям своим, да не попустит мне Господь, сделает это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень и удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу, потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, Господин мой царь. Саул оглянулся назад и Давид пал лицом на землю, поклонился ему и сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя, вот сегодня видит глаза твои, что Господь предал тебя ныне в руки мои в пещере и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки мои на Господина моего, ибо он помазанник от Господа. И вы знаете, чаще всего в нашей культуре так не происходит. Чаще всего люди, которые разрушены, обижены на конкретного лидера, они, собираясь вместе, они ну как, формируют или усиливают вот этот негатив, который есть в их сердце. Они как бы расковыривают эти раны, которые и так болят у них, и они как готовы убить, образно говоря, словами. И они, говоря, они, естественно, уничижают его, они, ну, распространяют вот эту вот худую молву, и это противоположно тому духу, который был на Давиде, потому что Давид один, он удержал всех своих людей, и он сказал, этого нельзя делать, потому что какой бы он ни был, этот Саул, он все равно помазанник Господень. Понимаете, друзья? И это факт, то есть лидер может иметь, не знаю, изъяны характера, он может быть ошибки иметь, или какие-то еще изъяны, не знаю, всякое бывает, но факт остается фактом, он остается помазанником Господнем. Понимаете, да? И когда вы выступаете против Нему, вы выступаете против помазания, которое на Нем. Понимаете, да? И Давид понимал этот принцип, и он этого не делал. И даже когда Саул был умершлен, вы знаете, что Саул погиб в битве с филистимлянами, и филистимляне там стреляли в него стрелами, и Саул, и сын его, и Анафан, они погибли, и вот оруженосец Саула бежит в Секелак к Давиду с этой радостной новостью, и он хочет сказать ему, что все, человек этот злой, который мешал тебе, он убит, трон свободен, приходи, забирай его. Этот человек прибегает к Давиду, все ему рассказывает, и Давид ему говорит, ну, сука, расскажи мне поподробнее вообще, вот как-то мне непонятно, а как же погиб-то в конце концов Саул, а вот, ну, в деталях мне расскажи, ну, как там, ну, филистемляне в него стреляли, ну, ну, а потом, ну, а потом, ну, как бы, ну, я взял меч его и добил, говорит, о, ребята, убейте этого товарища, снимите голову, как он мог, как он мог вообще поднять руку на помазанника, и вместо награды этот оруженосец получил отсечение головы, и представляете, и Давид устраивает плач, и он плачет, и все в шоке, все люди, которые там вместе с ним, они думали, что он будет радоваться, сейчас закатит вечеринку, скажет, ну, все, собираемся, едем в Иерусалим, сейчас будем воцаряться, все, все теперь наше, ворота открыты, вакуум власти, но Давид говорит, нет, и он плачет, и он говорит, ныне погибла краса и сила Израиля на горах Гелвуйских, и это правда, это его сердце, он переживает, что Паул помазанник, не идеальный человек, ну, уже отрешенный давно от власти, как бы задержавшийся, зацепившийся за эту власть всеми своими руками, но помазанник, и он переживает об этом, и плачет реально, и он не идет, и не берет власть своими руками, и проходит еще 7 лет, прежде чем приходит делегация уже со всего Израиля, и просит Давида, вводи и царство над нами, сядь на престол, понимаете, друзья, и видно вот в этом, вот это сердце, сердце, которое, знаете, не стремится к власти, не пытается достичь ее всеми, как бы, фибрами своей души, не использует все возможности, чтобы кого-то подвинуть, чтобы перешагнуть через кого-то, пройти по головам, вы знаете, что власть часто, это тяжелое бремя, и я верю, что Бог сначала подготавливает наше сердце, чтобы мы были готовы вынести тяжесть той позиции, на которую, возможно, Он хочет нас поставить в будущем, чтобы нас это не раздавило, понимаете, и это процесс, который иногда затягивается в года, потому что, если посмотреть на нас сегодня, и если бы сегодня Бог нам это дал, успех, там деньги, там мощное служение, славу, нас бы порвало, да, Львович? Сто процентов, да. Поэтому мы остаемся в процессе, мы доверяем Богу вести нас, формировать нас, чтобы в свое время Он поднял и поставил нас на ту позицию, которую Он для нас приготовил. Аминь. Но при этом мы уважаем и почитаем тех людей, которые сегодня являются для нас духовными отцами. Вы знаете, есть хорошая, хорошая такая формула, такой хороший принцип. Давайте мы будем отказываться от разговоров про какие-то проблемы, в которых мы не можем принести решения или помощи. Вы слышите? Если я не могу на это повлиять, зачем нам об этом разговаривать? Зачем нам разговаривать об этом человеке, если как бы, ну, наш разговор, он не приносит доброго плода, он не делает его лучше, это не назидает нас. Зачем? Слышите, друзья? Молчание золото. Иногда мы говорим что-то лишнее, а потом жалеем. Четвертое. Бери пример от отца. Я вам так скажу. Образ формирует сильнее, чем учение. Первое Коринфянам 4, 14, 17. Павел говорит, не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благоествованием. Посему умоляю вас, смотрите, что он говорит, подражайте мне, как я Христу. Ничего страшного. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного верного Господа в Сыне, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. И это кажется нескромно. Представьте себе, Павел говорит, я послал к вам Тимофея, и у него есть классный семинар. О чем будет семинар, Павел? Он будет вам мою биографию рассказывать. Ну, как-то, ну, не знаю. А зачем? Чтоб вы получили назидание. Он об этом здесь говорит? И он вообще как-то заявляет нескромно. Подражайте мне, как я Христу. Но не нравится Павел? Он мог так сказать, потому что он знал свое сердце. Он знал ту цену, которую он платит. Он знал тот путь, который он прошел. И он понимал, есть что-то, есть определенный вес, который он может взять и как образ, как образец дать своим духовным детям, чтобы они посмотрели и чтобы они взяли примеры. Понимаете, друзья? И каждый из нас может стать таким человеком, о котором будут писать книги, на которых будут смотреть, брать пример, смотреть, как вы справились, как вы прошли, как вы выдержали, как вы преодолели, достигли чего-то. Ты можешь быть таким человеком сто процентов. Я более тебе скажу, ты к этому предназначен. Поэтому возможно когда-нибудь наставит момент, когда ты также сможешь сказать кому-то, подражай мне, как я Христ. Смотри, как я делаю, делай так же. И это круто. Вы знаете, какое-то время назад мы разговаривали с моей женой, и мы говорили с ней на предмет, а кто в России есть из таких служителей, с которых мы могли бы брать пример. Жена моя сказала, я чувствую в моем сердце глубокую нужду в том, чтобы не просто слышать проповеди, хорошие проповеди. Я хочу видеть жизнь человека. помазанника Божьего, глядя на которого, я могу брать пример. Я вам не буду говорить выводы, к которым мы пришли, но у нас был такой разговор. Но я могу сказать, мы не нашли много таких людей в России. Правда. Может быть, мы просто со многими не знакомы. Может быть. Но это ценно, если Бог поднимет таких людей в России много. Да. тогда, вы знаете, Царство Божие будет сильно в России. Филиппицын 3 глава с 17 по 19 стих. Снова Павел говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас, какой имеете в нас. Ибо многие, которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Христа Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, а не мысль это земном. То есть, смотрите, Павел говорит, подражайте нам, и он тут же говорит о том, что, к сожалению, есть служители, которые упали, есть служители, которые сегодня плохой пример показывают, потому что они выбрали плоть, они выбрали тленово, они выбрали человеческое. И вы знаете, к сожалению, иногда мы очень сильно, как слышим и фокусируемся на плохих историях. Слышите? И средства массовой информации, они любят братья раздувать это, падение каких-то служителей, некрасивые истории, и это не только касается православной церкви, протестантской церкви, и так за этих за сектантов держат, ну и православной в том числе. Слышали, да, всякие разные такие скандалы, так или иначе. И мир смотрит, и он как бы наблюдает, где есть ошибка, где есть изъян, за что можно зацепиться. И Павел, говоря, в свое время, он говорит, и в это время есть такие люди, но есть люди, с которых можно брать пример. Поэтому берите пример с хороших, то есть смотрите на хорошее, смотрите на тех, кто движется в ценностях Царства Божьего, кто честен, кто имеет высокие моральные стандарты, кто действительно посвящен Христу, кто горит. Смотрите на таких, фокусируйтесь на таких, празднуйте таких людей. В Евреям 13.7 он говорит, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взяляя на кончину их жизни подражайте их вере. Вы знаете, друзья, важно не просто послужить несколько лет блеснуть и исчезнуть. Важно дойти до конца. У нас с вами есть все шансы. Аминь. Но я как бы не думаю о конце, это пока еще далеко, слава Богу. Но тем не менее, я намерен дойти до конца. И я представляю себе, что когда наша жизнь является законченной историей, это имеет большее влияние, чем просто фрагмент нашей жизни. Вы знаете, глядя на библейских персонажей, великих людей, в какой-то фрагмент их жизни, мы могли бы посчитать их неудачниками. Если бы вы посмотрели на Моисея в тот момент, когда он 40 лет пас овец, то вы бы сочли, что этот человек вычеркнут из плана Божьего. Он потерял все шансы выполнить свое призвание, реализоваться. У него была возможность, он ошибся, все, он убежал, он дисквалифицирован, и теперь 40 лет он живет не своей жизнью и совершает не свое дело, и Бог с ним не говорит. Тишина в эфире. И если бы вы посмотрели тогда на Моисея, вы бы подумали, что все, конец, это лузер, как мы говорим. Но это была часть, часть его пути. Наступил момент, когда снова Бог его призвал, и все самое лучшее произошло тогда. И каждый из нас сегодня в какой-то части своего пути, и может быть не лучший, и иногда я говорю кому-то, знаешь, почему не все хорошо у тебя в твоей жизни сегодня? Почему? Потому что еще не конец, Бог еще не закончил, Он еще не написал последнюю главу твоей жизни. И меня вдохновляет Библия, которая говорит, что Бог ведет нас из славы в славу. То есть мои лучшие дни впереди, друзья, твои лучшие дни впереди, сто процентов, если ты будешь идти с Господом. Согласен? Аминь. Поэтому, может быть, сегодня у меня не все так замечательно. Слушай, но Бог еще не закончил со мной. Я еще расту, я развиваюсь, я учусь. Да? Поэтому, когда ваша жизнь будет закончена, возможно, это будет просто прекрасная книга, которая будет назидать и вдохновлять многих-многих людей. Аминь. Поэтому, хорошо нам читать сегодня биографии, когда мы, не знаю, читаем Божьих генералов, когда мы смотрим в их жизни. Мы видим разные там фрагменты и их высокие достижения, и их ошибки. Это тоже учит нас. Вы знаете, нам, как Божьим людям, важно быть честными и говорить в том числе о своих ошибках. Понимаете, друзья? Да, это помогает людям. Иногда мы искушаем и создавать такое впечатление, как будто бы у нас все всегда хорошо. Мы идеальны во всем. Мы всегда бодрствуем, мы всегда там на высоте, на коне, в силе, во всеоружии, всегда побеждаем. Но тогда этот образ, он создает дистанцию между нами и людьми. И люди смотрят, говорят, ну, он, конечно же, это же он. Он не живет, как я. И вы теряете способность оснащать их тем, что есть у вас. Потому что возникает такая пропасть и вы просто становитесь таким бронзовым памятником для людей. Слышите? Вы живой, но вы уже памятник. Потому что вы идеальны. Памятники все идеальны, знаете, вот. Видели Ленина? Вот при жизни он сто процентов был не такой. В шапке, без шапки. Ну вот памятники, они все время приукрашивают все. Там, черты лица стилизуют. Так вот и мы иногда, мы пытаемся себя приукрасить. Друзья, давайте будем настоящими и говорить обо всех вещах. И это будет помогать людям. Потому что они будут видеть, он такой же, как я. Он тоже борется. Он тоже ошибается. Он преодолевает. Я могу, как он. Слышите? Аминь. Пятое. Служи от сердца отцу, помогая ему в его деле. Но при этом я хочу вам сказать, что служение сына это отклик на вложение отца. Отец-инициатор. То, что он делает, это в начале. И потом идет отклик от сына. И вот Иисус говорит, Матфея 20, 28, «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И вы знаете, такой хороший девиз. То есть Иисус пришел служить. И мы должны понимать, что Бог формирует каждого из нас, чтобы мы служили. Есть искушение. Чем больше у нас власти, чем больше людей под нашей рукой, тем больше мы искушаем мы делать так, чтобы структура нам служила, чтобы люди нам как лидеру служили. И в какой-то момент мы теряем вот этот фокус, и мы перестаем служить людям. Мы считаем, что люди обязаны нам служить, потому что мы такие великие, мы на этом месте такой важный человек, поэтому пусть они мне служат. И мы начинаем служить только вот в наших мечтах, в наших виртуальной реальности. Но на самом деле мы перестаем служить по-настоящему людям от сердца. Так вот, не переставайте служить людям. Всем, разным, много. Потому что в этом есть ценность Царства Божьего. Чтобы на вашем надгробии не написали, что Он пришел для того, чтобы Ему служили, и чтобы Он напряг всех, чтобы они сделали, как Он хочет. И снова прочитаем вам здесь, 2-й колесе, 12-й глава, 14-й, 15-й стих. Павел говорит, вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. То есть, Павел, отец, он собирает имение, он вкладывает, и вы знаете, когда это по-настоящему наступает момент, когда сыновья служат, когда они начинают ценить такое отношение, рано или поздно. И мы видим, что у апостола Павла были люди, которых он называл сыновьями. И у этих сыновей были особые качества. Филиппийцам 2, 19-22. Павел говорит о Тимофею, надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании. Понимаете, да? И вот эта формула, что все ищут своего, а не того, что угодно Христу, это, знаете, это как зараза, как вирус какой-то. Да, потому что мы, как эгоисты, мы несокрушенные, мы искушаемы сделать так, чтобы достигать своих целей. Но настоящее служение, это когда ты в этих отношениях не свои цели достигаешь, а когда ты служишь, помогая цели Отца, чтобы она была достигнута. Цель апостола Павла была благоествование, наполнить благоествование Малой Азией, часть Европы, да? И Тимофей, как сын, он делал все, чтобы это состоялось и помогал в этом вот своему духовному Отцу, апостолу Павлу. Аминь. Шестое. Принимай наставление и исправление от Отца. Притча 4, 1, 10. Слушайте, дети, наставление Отца, внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди Мои, ибо и я был сыну Отца Моего, нежно любимый, единственный у матери Мои, и Он учил Меня и говорил Мне, да удержит сердце Твое слова Мои, храни заповеди Мои и живи, приобретай мудрость и приобретай разум, и не забывай этого, и не отклоняйся от слов уст Моих. И вы знаете, друзья, можно продолжать, но тем не менее, нам важно быть людьми корректируемыми. Людьми, которые принимают исправление, людьми, которые открыты для того, чтобы выслушать, принять и потом найти путь, а как я могу по-другому функционировать, чтобы не делать то, о чем мне было сказано в данный момент. Вы слышите, друзья? Да. Иногда мы просто выслушиваем и продолжаем делать то же самое. Но, к сожалению, это так. Этого недостаточно. Нам важно менять свои реакции. Нам важно менять свои действия, решения в соответствии с тем исправлением, которое мы получили. И это называется зрелое принятие, зрелое отношение к такой, ну, хорошей критике, к хорошему исправлению. Вы понимаете, допустим, Библия говорит нам, что Бог, любя, да, кого любит, того исправляет и наказывает. А не бьет кого? Незаконных детей. Хочешь быть законом? Принимай исправление. И это часть процесса. Аминь. Аминь, друзья. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами могли сегодня закончить некоторые молитвы замечательные. Я думаю, вы уже достаточно сегодня наслышались текста. Давайте мы помолимся. И вы знаете, я хотел бы, прежде всего, пасторов позвать сюда, пасторов авторитетных, людей, облеченных властью, помазанных от Господа, быть духовными отцами, родителями. Да, мы ждем тебя. Василий, да, конечно, драгоценный. Вы знаете, да, да, давай, давай, внесем, давай. Я пришел к выводу, чтобы, чтобы нам пережить по-настоящему отцовство. Иногда нам важно пережить отцовские объятия. Ну, правда, Василий, можно тебя пригласить? Ну, пожалуйста. Я знаю, ты очень замечательно по-отцовски обнимаешься. Я видел. Я видел. И вот представьте себе вот в этой притче про блудного сына. Именно объятия отца они были призваны трансформируют это рабское мышление, вот те вирусы, которые попали в голову этого блудного сына для того, чтобы быть восстановленным в любви. И вы знаете, я верю, что Бог может работать над вами, беря из духа, из сердца отца что-то и вкладывая в ваш дух помимо мозгов. Мы можем не понимать, зачем это, как это работает, но если мы просто откроем сердце и мы позволим этим Божьим людям обнять нас, как бы Бог обнимал нас, то именно вот это объятие оно что-то вложит в нас, оно что-то принесет. Понимаете, о чем я говорю, друзья? Правда, правда. Я сам обнимал. И вы знаете, я такие эмоции не переживал никогда, когда я обнимал абсолютно мне незнакомых людей, но я был в тот момент как отец, я стоял так же, как стоят мои братья, и я обнимая, я представлял себе, что я руками Божьими обнимаю этого человека, это сын и дочь Божья. И что-то исходило из моего сердца, знаете, я чувствовал, как поток такой, и люди начинали плакать, да, что-то сокрушалось, что-то твердое, какая-то боль уходила. И вы знаете, я верю, что нам нужна эта точка контакта, нам необходимо пережить что-то больше, чем просто учение, которое мы в голову приняли сегодня, так или иначе. Я думаю, что будет неполным, если вы не получите объятия Божьи, через этих отцов, через этих Божьих людей. И вы можете выбрать любого из них, вы можете к двум подойти, вас немного, но третьего уже не надо. Троицу, ну ладно, три можно, ладно. Авторитетный муж сказал, Божий. И это не то, что я вас обязываю выйти и обнимать их. Я даю вам возможность, чтобы вы просто попробовали. Вот я не знаю, к сожалению, у нас тут музыки нет, а у нас остались кто-нибудь вообще, музыканты? Нет никого? Есть, да? Андрей! А? Или ты можешь там что-нибудь, музыку включить тихонечко? Но прежде давайте мы помолимся. Но прежде давайте мы помолимся. Хотите сидите, хотите вставать, вот это вообще не играет никакой роли. Готовы? Господь, я приношу Тебе сегодня мое сердце, и я нуждаюсь в Твоем отцовском прикосновении к моему сыновнему или дочернему сердцу. Я нуждаюсь, Господь, в том, чтобы Ты исцелил его глубже, чем оно есть сейчас, чтобы Ты его расширил, чтобы Ты его трансформировал Твоей любовью. И я прошу Тебя, коснись меня глубоко, так, насколько это возможно сегодня. Господь, я прошу вложения в мою жизнь, которая бы компенсировала все, что я недополучил когда-то, все, что мне не дали мои реальные родители, мои наставники, мои лидеры, мои пасторы, я прошу Тебя сегодня, вложи в меня через Твое сверхъестественное прикосновение к моему сердцу. И я прошу Тебя, Господь, в тот момент, когда меня будет обнимать пастор, обнимай меня через его руки. Я прошу Тебя, Господь, дай мне пережить глубину сыновства и дочеринства. Обнови меня в Твоей любви. Я смиряю мое сердце и я открываю его навстречу Тебе, драгоценный Господь. Можно выходить.